Я вижу знаки Это знак. Не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. 30 июня седан и кроссовер столкнулись за Березняками в районе аэродрома Старорусская. ДТП произошло в 10.15 на 23-м километре дороги Южно-Сахалинск-Аха. 45-летний водитель Тойоты Бреви сдвигался на север. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения, на участке, где это разрешено, и столкнулся с Сузуки Скуда. От удара серый кроссовер съехал в кювет. На месте работали спасатели, медики и полицейские. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД города, водителей обоих авто увезли на осмотр в областную больницу. Пострадал 9-летний ребенок, пассажир из Куда. Девочку госпитализировали в детскую областную больницу. Отмечу, что 26 мая водителя Тойоты Бреви задерживали сотрудники ДПС за пьяную езду. Водитель на Тойоте Калдина въехал в стену дома номер 7 по улице Байкальской. Необычная авария произошла в областном центре 29 июня в 6 часов вечера. По словам очевидцев, скрип покрышек был слышен на весь двор. Также житель отмечает, что чудом во дворе не гуляли дети, которых обычно в это время там несколько десятков. На месте работали правоохранители и медики. Как поделились в пресс-службе городского отделения ГИБДД, водитель иномарки был пьян, он не пострадал. Также по информации от жителей повреждена стена здания. Продолжение следует... В Южно-Сахалинске задержали грабителя. Как поделились в пресс-службе областного управления МВД, все произошло в ночь на 24 июня. 59-летний и неоднократно судимый бездомный ночевал в подъезде одного из домов областного центра. Он обратил внимание на девушку из квартиры на втором этаже. Дождался ночи и с улицы забрался на козырек, соседствующий с ее жилищем. Руками сломать окно не получилось. Тогда упорный злоумышленник подобрал подходящий предмет с земли, разбил стеклопакет и забрался внутрь. Потерпевшая проснулась от шума. На ее глазах грабитель забрал из сумочки телефон и банковскую карту. Затем налетчик потребовал, чтобы его выпустили через дверь. Сахалинка не стала сопротивляться и выполнила требования. Как только преступник ушел, она позвонила в полицию. После этого подозреваемый покинул Южно-Сахалинск и направился в Долинск, чтобы там сбыть похищенный телефон. А банковскую карту выбросил за ненадобностью. В Долинске в целях маскировки он сменил одежду и вернулся обратно в областной центр. Несмотря на предпринятые им конспиративные меры, гражданин был задержан сотрудниками уголовного розыска. В отношении сахалинца возбуждено уголовное дело. Своими действиями он причинил ущерб на 70 тысяч рублей. Расследование продолжается. Двое сахалинцев перевели сбережения на безопасные счета. Новые факты мошенничества зарегистрировали в островном регионе. Так в полицию Южно-Сахалинска обратился 38-летний потерпевший. Лже-сотрудник правоохранительных органов по телефону обвинил мужчину в финансировании зарубежной организации. А после убедил потерпевшего перевести все свои накопления – 2,5 миллиона рублей – на безопасный счет для сохранности. Псевдосотрудница государственных услуг по телефону сообщила жителю Ахинского района, что кто-то пытался снять 250 тысяч рублей со сберегательной книжки мужчины. Под этим предлогом дама убедила сахалинца обналичить накопления в разных банках, в том числе съездить в Аху, и перевести наличные на продиктованный безопасный счет. 350 тысяч рублей мошеннице было мало. Она попросила мужчину оформить максимальный кредит. Тогда-то житель островного региона понял, что его обманули, и обратился в полицию. Третьей жертвой аферистов стал Южно-Сахалинец. Он заказал в интернет-магазине кроссовки за 14 590 рублей, но товар так и не получил. Продавец перестал выходить на связь. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Правоохранители устанавливают личности и места нахождения злоумышленников. Наркоторговку и ее клиенток задержали в Южно-Сахалинске. Ранее сотрудникам УКОН поступила информация, что 38-летняя жительница областного центра сбывает запрещенные вещества зависимым людям. Последовала проверка, в результате которой задержали двух знакомых подозреваемой. Обе приобрели у нее посвертку синтетического дурмана. Оперативники нагрянули и к самой фигурантке. У нее в квартире обнаружили и изъяли три полимерных пакета с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы, это была смесь, в составе которой полтора грамма наркотического вещества. В отношении Южно-Сахалинки возбудили несколько уголовных дел. На время расследования она находится под подпиской о невыезде. Почему диспетчеру МЧС давно не поступали звонки о чрезвычайных ситуациях? Потому что вы внимательны при занятиях экстремальным спортом и во время отдыха на природе. Вы соблюдаете пожарную безопасность на даче и дома. И, конечно, разводите костер в отведенном для этого месте. Помощь спасателей не требуется, если вы соблюдаете технику безопасности. Любите и берегите жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok